Приветствую на AbletTube! Сегодня я расскажу вам о том, как скачивать торренты на iPad, iPhone и iPod Touch без Jailbreaker. Итак, первое, что нам понадобится, это зайти в настройки iDevice и отключить автоматическую синхронизацию времени. Для этого в пункте «Дата и время» из меню «Основные» отключаем ползунок автоматически и вручную переводим дату на 2012 год. Зачем это нужно делать, я объясню немножко позже. Далее нам необходимо перейти на сайт, с которого мы скачаем приложение для загрузки торрентов. Адрес вы видите у себя на экране, для удобства я размещу ссылку под видео. Теперь следует пролистать немножко ниже до меню выбора приложения и скачать необходимое. Для загрузки торрентов нам понадобится приложение под названием iTransmission. Соглашаемся на установку и ждем, пока загрузится программа. Все дело в том, что в 2012 году iTransmission попала в App Store и имела возможность быть установленной на любое устройство. Далее цензоры магазина удалили ее из каталога, но сертификат остался в базе данных Apple. Поэтому, изменив дату на 2012 год, можно скачать и установить это приложение на iDevice без jailbreak. Далее нужно первый раз запустить приложение. И только после этого можно вернуть дату в нормальное положение. Если iTransmission у вас не открывается, то еще раз повторю, первый запуск приложения нужно произвести с установленной датой в 2012 году. Теперь на вашем устройстве без jailbreak появилось приложение, через которое можно скачивать торрент файлы. Для этого перейдите на любой торрент трекер и найдите страничку с загрузкой торрент файла. Делать все это нужно через стандартный браузер Safari, так как именно он поддерживает загрузку различных типов файлов. После скачивания браузер сам предложит открыть торрент файл в iTransmission. Как и в любом клиенте на Mac или PC, торрент сам добавляется в программу и начинается загрузка. При нажатии на строку со скачиваемым файлом вы сможете просмотреть всю статистику о нем. Иногда поиск сида в приложении может занять некоторое время, но позже загрузка начнется и пройдет с достаточно быстрой скоростью. В приложении iTransmission есть два меню с настройками. Первый из них скрывается за пиктограммой спидометра и содержит опции скорости загрузки. В нем можно установить ограничения на количество одновременных скачиваний, скорость, а также отдачу. Общее меню с пиктограммой шестеренки содержит другие системные параметры. Туда стоит заглянуть, если для доступа в интернет вы используете защищенный канал или прокси-сервер. В большинстве случаев программа работает с настройками по умолчанию из этого меню. Помимо скачивания обычных торрентов, iTransmission умеет работать с магнет-ссылками. Для этого необходимо в браузере найти такую ссылку, задержать на ней палец и нажать скопировать. После этого в iTransmission нажать на кнопку плюс, выбрать пункт магнет и вставить в окно скопированную ссылку из буфера обмена. Осталось только посмотреть, как iTransmission работает с уже загруженными файлами. Для этого нажмите на строке завершенной загрузки и пролистайте в самый низ страницы. Меню файл будет содержать список всех файлов из текущей раздачи. После нажатия откроется список из доступных приложений, в котором можно открыть данный тип файла. Для каждого типа файлов будут доступны все установленные на ваше iDevice приложения, в которых его можно открыть. И напоследок скажу пару слов о многозадачности. Закрыть iTransmission на несколько минут в режиме скачивания можно безболезненно. Однако не стоит надолго оставлять приложение в фоне. Как вы знаете, iOS для энергосбережения выгружает через некоторый промежуток времени все программы, которые находятся в свернутом режиме. Соответственно, загружаемый вами торрент не будет докачан. Самый оптимальный вариант при загрузке больших файлов – подключить iDevice к зарядному устройству и оставить открытым приложение iTransmission. Не забывайте подписаться на новое видео, а также оставляйте ваши лайки и комментарии. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok